Депутат парламента Армении Геворг Петросян обвиняет Никола Пашиняна в убийстве. По его словам, премьер-министр замешан в деле политика Гургена Егиазаряна, который скончался несколько дней назад. Тот в Армении был известен жесткой критикой правительства. Егиазарян постоянно получал угрозы. За несколько дней до смерти он заявил, Пашинян принудительно отправляет на поле боя оппозиционеров. Спустя пару часов после скандала у политического деятеля якобы выявили коронавирус. Я не верю, что Гурген умер от коронавируса. Он был абсолютно здоровым. Я с ним встречался за день до его смерти. Гурген выглядел бодрым и даже веселым. Его убили, в этом не может быть никаких сомнений. Гургену сделали какой-то укол. Мы все знаем, что для Пашиняна нет ничего святого. Он с кем угодно может расправиться подобным образом. Никол пойдет на все, чтобы остаться у власти. Армянский депутат отметил, уже несколько дней нет никакой информации об оппозиционерах, которые были принудительно отправлены на фронт. Речь идет об Армении Ашатяне и Минуа Арутюняне. На своем последнем брифинге Гурген Егиазарян говорил именно о них. Ашатяна и Арутюняна вызвали в полицию. Не успели они глазом моркнуть, как оказались на поле боя, подчеркнул тогда политический деятель Армении. Никол, ты в своем уме. После окончания войны мы расскажем о тебе всю правду. Не дай бог, сминуя Арутюнянам, что-то случится. Ты их преднамеренно отправил на гибель. Это всем известно. Я не могу раскрыть все детали из-за военного положения в стране. Но знай, что весь армянский народ узнает правду о тебе. Ты всегда говорил, что территорию нужно вернуть Азербайджану. К слову, власти Армении уже не знают, как привлечь население к военной агрессии против Азербайджана. В ход пошли самые гнусные методы. Перестали выдавать свидетельства о рождении детям, чьи отцы не воюют. От армянских матерей потребовали принести справки о том, что их мужья отправились добровольцами на фронт. Таким образом, премьер-министр Армении Никол Пашинян взял в заложники армянских детей и их матерей, заявил юрист Роберт Айропетян. Ранее Ереван решил заполнить пустоты в рядах вооруженных сил заключенными. Десятки осужденных были отправлены на поле боя. Этот факт подтвердила и генпрокуратура Армении. Между тем, армяне, насильно отправленные в оккупированный Карабах под видом добровольцев, покидают зону боевых действий. Причем оружие и боеприпасы они забирают с собой. Шамистам Мамедов, Сибиси.